Еще раз доброе утро всем. Этим утром у нас в гостях. Учитель начальных классов, а также победитель межрегионального профессионального конкурса «Мы разные, но равные» Зарема Джон Дикова. Доброе утро. Доброе утро. Зарем, в первую очередь поздравляю вас с 8 марта. Желаю вам всего самого прекрасного, хорошего и пусть у вас всегда будет весеннее хорошее настроение. Спасибо большое, взаимно. Поздравляю всех. Спасибо. Зарем, вот я вас представила как победителя межрегионального конкурса. Расскажите, что за конкурс, где он проходил? Да, межрегиональный конкурс – это профессиональный конкурс учителей родных языков «Мы разные, но равные». Учредителями этого конкурса является Северная Осетия. И каждый год, каждая республика представляет свою республику в лице какого-то учителя. В этом году, не в этом году, а в конце 2019 года, в ноябре, мне предстало представить нашу республику как учитель родного языка. Хотя я являюсь учителем начальных классов, но еще моя жизнь, профессиональная работа связана с родным языком, потому что для меня родной язык – это самое важное в моей жизни. Так вот, этот конкурс в этом году проходил в Грозном, потому что они были победителями в прошлом году. Победителем заняли первое место. То есть в этом конкурсе три места – первое, второе и третье. В этом году получилось у меня занять второе место. Меня объявили как победителем, потому что мы вошли в тройку. Так вот, это конкурс учителя родных языков. Мы представляли свой родной язык, себя как учителя я представляла. Там была визитка, одно выступление, второе – я давала мастер-класс. И в конце мои увлечения там было такое мероприятие, где нужно было представить, помимо того, что ты как учитель, чем ты еще дополнительно занимаешься в своей жизни, чем ты заинтересован в этой жизни. И вот в летящее вдохновение тут мне удалось показать такой мюзикл. Мы с ребятами из нашего лицея решили показать мюзикл. Я была там в роли мамы, сердце матери. Мы показали мюзикл, и всем понравилось, все было прекрасно. Как символично, да, в этот день. Вот вы еще эксперт ингушского языка, как вы отметили, что родной язык для вас так близок, да? У меня такой вопрос к вам. Скажите, о значимости, давайте поговорим о значимости роли ингушской женщины в обществе. Безусловно, ингушская женщина, как мы знаем, хранительница очага, да, то, как женщина правильно поведет себя в семье, то, как правильно она воспитает своих детей, то, как правильно она сохранит традиции не только своего народа, но и традиции своей семьи, вот то, что вложено в семью, это потом выливается в общество. И вот моя задача, то, что несется у меня в семье, не просто как мать, а как хранительница очага, как я уже сказала, я стараюсь в свою очередь дать все самое хорошее, все самое доброе, и привить любовь, уважение к традициям своего народа, чтобы дети потом знали, что нужно в любом месте, где бы ты ни находился, как себя нужно вести, как представлять свой народ. В зависимости от того, как мы станем, в зависимости от того, как мы будем говорить, уже о нас, нам дают оценку, правильно? И я знаю, когда мы выходим за пределы, уже по нашему поведению люди уже узнают, что мы с Ингушетией. Настолько наше поведение, которое у нас не отнять, у нас этого никто не отнимет. Даже если ребенок плохо воспитан, у него это уже в крови, он уже, когда находится среди людей, среди чужих людей, старается, как представитель ингушского народа, проявить себя благороднее, чем он есть. И вот таким образом, это очень важная роль для женщины в семье, ингушская женщина. Поэтому говорить можно много, но сделать, к сожалению, можно немного, нужно стараться, я стараюсь как-то. Продолжая тему, да, роли женщины в ингушском обществе, как знатоку ингушского языка, я хочу спросить у вас, какие вот поговорки вам вспоминаются, говоря о женщинах в ингушском обществе? Вы знаете, когда вы сказали знатоку ингушского языка, это слишком громко сказано, конечно. Я просто уважаю и люблю свой язык, и поэтому всегда стараюсь связывать всю свою жизнь, и профессиональную, и личную, с ингушским языком. Но вспоминается вот, после вот вашего вопроса, вспоминается вот, «Эзди чкал сагу, эзди дизел кайбяп, ву чкал сагу, ву дизел кайбяп». Мне кажется, больше и не нужно говорить. В зависимости от того, как вот я уже говорила, да, как женщина себя поведет в семье, от нее перенимают, особенно девочки. Особенно девочки у матери учатся. Если они видят, как себя ведет мама, они стараются копировать свою мать, правильно? И вот наша вот женская такая доля, даже если нам не сложно, нам нужно держаться ради наших детей, чтобы они принимали у нас все самое лучшее. Мы стараемся, но, к сожалению, не всегда у нас это получается. Ну, по вашим словам, женщина ингушка, она занимает такое высокое положение у нас, хоть и многие считают, что это не так сложно, как вы отметили, поэтому и считаю, да? Я с этим не согласна, конечно. Женщина занимает важную роль в семье особенно. Мужчина – глава, да. Но мужчине нужна помощь, правильно? И вот если женщина на себя не возьмет вот это бремя, воспитание, то мужчине бывает сложно. Зарем, ну, вернемся к вашим конкурсам, да, потом уже расскажете, да, в каких вы еще конкурсах участвовали. Но у меня такой вопрос. Как, работая учителем, да, являясь экспертом ингушеского языка, вы успеваете участвовать в конкурсах и при этом уделять время семье? Хватает вас на все это? Ну, знаете, в начале, когда я еще была молодым специалистом, я уже тогда... у меня были хорошие учителя. Хорошие... вот я работала учителем в Ленаркинской школе, 12-я школа. Вот там меня многому научили, научили, как работать с детьми в школе. И вот поставив план перед собой, поставив перед собой план работы, я уже как-то начала совмещать, потому что невозможно не совмещать. Заняться одной работой, бросить семью, или же бросить работу, заняться семьей, это было как-то нереально. И вот жизнь, она, как мы знаем, заставляет, правильно? Невозможного для человека нет ничего. К тому же я здесь ничего сложного не вижу. Здесь нет ничего сложного. Работать с детьми – это удовольствие. Это огромное удовольствие. Тем более, когда ты видишь свои плоды, плоды своей работы, ты этим уже... у тебя вся усталость уходит. И как-то постараюсь совмещать и совмещаю. Да, мы привыкли, что современные женщины, они успевают, да, и, как вы уже сказали, уделить время семье, да, и работе. Но все-таки вот такой вопрос. Кто такая современная идеальная женщина? Какой она должна быть, на ваш взгляд? Вы знаете, судить о современной женщине, я, конечно, не профессионал, но я могу предположить, да, по своему примеру, например. Например, вот это время, как я уже сказала, как-то правильно поставить свою работу, время, которое ты будешь проводить в семье, время, которое ты будешь проводить на работе, не нанося вред ни работе, ни семье. Нужно... мне кажется, женщина, она должна быть в обществе. Вот все время сидеть дома и заниматься только детьми – это, конечно, тоже трудно. труд, но мне бы хотелось, чтобы вот наши женщины как-то проявили себя в другом, потому что у нас женщины очень талантливые, помимо того, что они воспитывают детей, помимо того, что они жены, они… это мать, это жена, это сестра, правильно? Помимо того, женщина должна проявить свои таланты. У наших женщин очень много скрытых талантов, которые ей кажется, вот, как говорится, глаза боятся, а руки делают, да? Вот она должна поверить в себя. И вот тут только она сможет действительно стать современной женщиной. Один Инстаграм нам не поможет. Правильно? Да, вспоминая проблемы, да, 21 века. Да. Хорошо, но, как я поняла, семья в первую очередь. Семья – это в первую очередь, конечно. Это в первую очередь семья. И только оттуда и идет остальное. Если в семье все плохо, у тебя и работы не получится. Согласна. Ну, тогда возвращаемся к конкурсам. Так, говорить о конкурсах, конечно, ну, не знаю. Я участвовала во всероссийском конкурсе тоже учителей родных языков. Это всероссийский мастер-класс учителей родных языков, включая русский. Там у меня, в общем-то, там было много номинаций. В каждой номинации нам присуждали какие-то места. В номинации «Народное признание» у меня было гран-при. Первое место – учитель-мастер. И в общем зачете я попала в тройку, получила третье место. И вот я помню, ну, не знаю, может, мне так кажется. Но когда я выезжаю, я вот это уважение к нашему народу, оно так чувствуется. И прям берет гордость за это. Они вот окружают вас любовью, заботой, с всякими вопросами. Им это интересно очень, потому что многие народы как-то легко забывают свои традиции. А у нас как раз-таки и женщины, и мужчины, выезжая за пределы своей республики, стараются, как я уже говорила, да, сохранить вот все ценное, что есть у нас. Ну да, и здесь вопрос в том еще о достойных представителях. Хочется все больше узнавать. Поэтому тоже вам спасибо за то, что вот так вот вы показываете в лучшем свете наш прекрасный менталитет. Спасибо большое. Ну и хочется услышать от вас поздравления. Все женщины ждут. Как я знаю, 8 марта – это праздник по защите прав всех женщин, да? Женщина всегда должна была защищать свои права. Только раньше, в то время, было сложнее. А вот сейчас, как мы уже заговорили о современной женщине, современная женщина может легко и свои права защитить, защитить права своего ребенка, правильно? И что мне хочется сказать нашим женщинам? Пусть их окружает любовь, счастье. Пусть всех… Хочу, чтобы у них все получалось. Любую цель, которую они ставят перед собой, чтобы они их достигли. И пускай у них получится сохранить свою семью, традиции своих семей. А главное – быть достойными дочерями своего народа. Доброго, спасибо вам. Спасибо, что пришли к нам в гости. Я присоединяюсь к вашим словам и еще раз праздникам. А я напомню, что это утром я с нами встречала учитель начальных классов, а также победитель межрегионального профессионального конкурса «Мы разные, но равные». Из-за рима Джиндикова мы продолжаем наш эфир. Не переключайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok